Как он здесь написал, первым он начинается молиться с Вяшнав, потом Майапур, Набадих Дхам, Приндхан Дхам. И вот так, это мы паяем каждый день, это Шрила Бхатистана Сарасова и Прабхупат такой традиции делал, что каждый день, говорим о мы, это обязательное надо петься, это бери. Каждый день надо петься, так и это. Это есть бхажа. Hare Krishna. 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 Кабе Срит-чайтан-нам-ре-кариве-на-дайя, Кабе Срит-чайтан-нам-ре-кариве-на-дайя. There? Okay? Хорошо? Кабе Срит-чайтан-нам-ре-кариве-на-дайя. 1, 3, 9. Hare Krishna. 1, 3, 10. 2, 2, 1, 2. 3, 5. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Волосы с тёмкой шалом, где она молится. Ой, шалка, как у любительности, Возьмите несчастную душу во своё правительство И позволяйте сянуться с тобой. Пишать не пробовали между строчек? Пишать между строчек? Положить было. Пишать не пробовали. Пишать не тройку ставить? Плохо. Димзяка, димзяка, димзяка. Пишать не знаю. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наши дети, мы думаем, что это Кришна-дасы, и они нам помогают совершать Кришна-бажан, но это и кажется, что как будто бы это уже и не Мая. Итак, мы говорим, что Кришна-бажан, которые мы говорим, что Кришны-махарабху сказали, что Кришна-бажан, что ты можешь оставаться в доме или быть в лесу, но постоянно воспевай святые имена Кришны. Да, вы знаете Джадамбарху? Когда он умер, то есть когда он умер. Так что, на следующем году он умер. Кришна говорит о Бхагуте-гита, «В последнее время, когда он умер, он может быть с удовольствием, он может быть с удовольствием. То есть на следующем году он умер. Но если вы не верёте, тогда вы не верёте, тогда вы не верёте. Я не знаю историю про Махараджа Бхарату. Махараджа говорит, что Махараджа Бхарата в последний момент своей жизни подумал о олене. И в следующей жизни ему пришлось родиться оленем. И Шамад Бхагавадгита говорит, о чем человек думать в момент смерти, такое состояние он достигает непременно. Махараджа Бхарата был привязан только к одному оленю. А сколько привязанностей мы имеем? Жена, дети, родственники и т.д. Посмотрите на наше положение. И Шрамана Махапрабху дает нам учение о Шрик Бхакти-йоге. И все иначе, он у нас есть. Оленя, наш Крисн, наш Крисн, наш Крисн, наш Крисн. Сентр и Гурдей. Расскаж на наш Крисн, наш Крисн. If your wife also chanting Holy Name, your son also chanting Holy Name, your daughter also chanting Holy Name. If everybody chanting Holy Name, and you have last time thinking your wife and your children, then you don't speak with a wife or wife to be bhaja, your children to be bhaja. Therefore our ghajana, our Ghajana Rabha is now today. если так получилось что момент оставление тела мы будем думать о своей жене и детях так как они воспевают святые имена они уже не простые личности они вайшнави и вайшнави все должны обрести кришну сознание и тежность заниматься кришнам бхаржанам и что все это и 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 Когда ребенок находится в чреве матери, к семи месяцам у него уже сформируется сознание, и он помнит свои предыдущие воплощения предыдущей жизни, и уже начинает молиться Кришне. Плод, находясь в очреве матери, соприкосатся со всеми неблагоприятными вещами. Махараджу перечислим, испражнения и так далее, много чего. И так же он испытывает очень жар большой. Подобно воду, то есть его состояние. Так же, нахида, вы просто говорите о Кришна, о Кришна, о Кришна, о Кришна, о Кришна, о Кришна, о Кришна. Так же, кто так что, я не могу, не могу. И так же, Кришна говорит, что... И живое существо, находясь в таком жалком положении, оно молится, «О, Кришна, пожалуйста, вызвай меня из этих адского положения». Кришна говорит, «Хорошо, я вызвали тебя, и что же ты будешь делать, когда я...» Он говорит, «Я обещаю тебе, что я больше никогда не привлекусь этой мани, буду служить тебе». И Кришна, Кришна, сказал, «И, в этом случае я вам даю немного огонь. Я даю тебе немного огонь. Я тебе буду дать. Их ты будешь дать огонь. Но когда огонь здесь, он становится огонь, тогда вы понимаете, что огонь, огонь. И я тебе докажу, что тебе нужно уже закончить отношения с этим материальным миром. И первым доказательством будет то, что твои волосы начинают съедеть, становиться белыми». Многие это люди, которые выяснили, которые выяснили, они начинают. И оттолк fit в этой мани, я хочу сказать, что делать в этой мани. Мы делаем в этой мани. Мы делаем вот здесь вот в этой мани. И если делаем в этот момент, мы всегда будем просто любить, чтобы выяснить, чтобыvy так же, что-то неудить, Сначала начинает билеть волосы, то есть сидеть в виски возле ушей. Это мое первое предупреждение. Это у тебя первый звонок, что тебе нужно уже идти, уже идти. Если ты не слышишь этот звонок, то ты не слышишь этот звонок, и ты пытаешься эти волосы перекрасить. Махараша говорит, что Кришна дает нам первый знак, когда виски начинают сидеть, значит, что уже все, уже тебе пора, пора. Ты говоришь, нет, я пытаюсь эти виски закрасить, тем самым не слышит тот звонок, который тебе Кришна дает. И он говорит, что Кришна дает тебе второе предупреждение. И второе предупреждение, то, что глаза начинают все хуже и хуже видеть. И вторым звонком, что глаза начинают все хуже и хуже видеть, старость приходит. И мы покупаем очень хорошего качества очкины. И значит, что мы опять не слышим, уже второй звонок, который нам идет. И третий звонок начинает с зубами, с зубами начинают проблемы, они начинают выпадать. И мы идем к хорошему дентису, он нам сделал хорошие зубы. И мы улыбаемся, думаем, с нами все хорошо, у нас все окей. И мы думаем, что Кришна дает тебе четвертого предупреждение нам буду. Рам нам сатихэ. Что это значит? Рам нам сатихэ. Махрая вчера об этом говорил, помните? Смерть. В этом Банжо Шадхако проектом, что живое существо, придя в материальный мир, дает им Feeling. В этом Бхаджане Швадхако приняло говорить, что живое существо, придя в материальный мир, дает обещание, что придя в материальный мир, я буду совершать Кришна Бхаджан, буду служить Тебе. Я принес медицину, то есть я принес лучшее лекарство, да, и какое же это самое лучшее лекарство? Это совместное воспевание святых имен Господа, Харе Кришна Махамандра. Если мы будем воспевать это святые имена Господа, то мы пересечем океан рождения и смерти. И в последнем шлоке этого Бхаджана Шриладхакуру пактивенодам молит злодственным стопам Шри Гавранки Махапрабху, что тот ему даровал Шри Хари Кришна Махамантру. И это высшая необходимость для каждого человечества повторять Шри Хари Кришна Махамантру. Харе Кришна Махаман. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Различные уровни Харикадхи закончили на том, что есть четыре уровня слушания Харикадхи. Это в невежести, страсти, сатты и ниргуни. Продолжение следует... 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 Ученые все больше и больше придумали лекарств, но осталось все больше и больше болезней. И от этих болезней приходилось еще больше и больше лекарств придумать. Замкнутый круг. Есть такие болезни, в которых ученые пытаются найти лекарства, но так и не могут его сделать. Спит, рак, свинку, бург, флук. Очень много есть таких болезней, на которых ученые пытаются дать лекарства, антибиотики, но они ничего не могут сделать с этим. Адхиатмика, адхидаймик, адхибаутика. Еще три. Адхиатмика, адхиатмика. Это те проблемы, которые возникают в уме, связанные с умом. Есть. 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 Моя проблема, которая ей не будет человеком. Но, несчастные, без своих детей, без своих жены, без своих родственников, все это проблемы связаны с умом. Столько много проблем с работой, с тем, с тем, что это значит беспокойство ума. Это адхиатмика. Адхидаевика. Адхидаевика значит страдания, причиняемые девами или полубогами. С техними и природой очень жарко, очень холодно, цунами, землетрясение и так далее. Никто не может контролировать эти явления. А вот пример с Японией очень высокоразвитая страна. Никто не хотел происходить очень большие катаклизмы и ничего не могут с этим сделать. Следующая, третья, адхибаутика. Адхибаутика – это проблемы, причиняемые одними и живыми существами другими. Это проблемы, причиняемые комарами, змеями, а также женой, детьми, соседями из других стран. Стражение между странами, между разными общинами. Все это относится к категориям. И также между одним и живым существом другим адхибаутика. Сейчас учиты, такие, продвинутые, такие... Но по-настоящему разумные люди не считают, что это прогресс, т.е. по-настоящему настоящим прогрессом. Почему? Почему? Потому что по-настоящему только эти семь проблем и решение их является то, кто настоящим учёным. Кто может остановить старость, болезни и все остальные проблемы? Жару, холод, цунами, землетрясения. Кто может это остановить? Да, т.е. более продвинутые технологии, крутой сотовый телефон или какая-то очень хорошая машина, эти технологии никак не могут на это повлиять, потому что надо остановить. Что является проблемой для меня, а для другого может быть хорошо. А то, что может быть хорошо для меня, может быть плохо для другого. А если спросить бедного человека, что ему нужно? Он говорит, денег. Если тебе будет деньги, ты будешь счастлив? Сколько ты хочешь денег, чтобы счастлив? Если вас спросить кто-то, кто-то хочет быть счастливым, я пойду в Америку и там я стану счастливым. Но если спросить самих жителей Америки и американцев, счастливы они по-настоящему? А если спросить богатого человека, удовлетворён и счастлив, имея большое количество денег? Я хочу уединиться в каком-нибудь уединённом месте, в Гималаях, чтобы было тихо, спокойно, чтобы никто меня не беспокоит. Спасибо. Продолжение следует... Некоторые думают, что болезнь – это очень-очень плохо, но доктор может думать, что чем больше людей болеет, тем больше приходить к нему. И для него это очень хорошо. В Нью-Зеландии наша сестра с сестрой, ради боги, они имеют магазин фармацевтики. Я спросил их, как у вас все хорошо? Никто не болеет, поэтому ничего хорошего нет. Никто не болеет, поэтому для нас это не очень хорошо. Никто ничего не покупает. Это не очень хороший бизнес. То, что хорошо для одного, для другого – совсем не хорошо. Но эти семь проблем – они касаются всех. И все эти сайтисты, которые обрисованы, мобиль, интернет, и другие, и другие, и другие. И все эти сайтисты, которые сделали все эти вещи, новые карты, новые плейсы, новые технологии, как интернет и все эти вещи. В общем, они не решили все эти проблемы. Они решили больше проблем. Они решили больше проблем. Но это не уменьшает количество проблем, только их все больше и больше увеличивает. чем более продвинуты страны с технологией, тем больше процент суицидальных случаев самоубийств. Здесь, в котором Сrauen Махарад convoll additionally, имеются в объект в Украину. Они около этого видны в армиги комп來到 в Ирнадеве. Он объяснил играть на выбор provision. И его нужно comprendre что бы… Хipherесь много стра grâce. Если бы эти стра Fitни с단ом, то я навыка, еще просто пос Ny 거의 sense свят на на Uber. С Roberto sitting было мало, Но видите, что люди сейчас звезды перенах в Кнопост alcance и Букер body, скоро не проводили balance. Но идет ISO свет cardio. Где часов째 fiber线 обучает Амперя, была великoteveгарь Offословта Махарада с рублей. Однажды один из приятных Шиллопопада показал ему в Америке Empire State Building, это очень высокое, одно из самых высоких зданий в мире, привел туда. И он ему сказал, что тот, кто хочет совершить самоубийство и суицид, обязательно забирается на это здание, чтобы броситься вниз. Очень много людей уже воспользовались этим способом. Это одна из самых высокопродвинутых и развитых стран, очень богатых. Если деньги человека могут сделать счастливым, так почему же они не сделали счастливыми их? Никто не может быть счастливым с этими материальными вещами, только бхакти может сделать полистину счастливым. И у них как-то не получит... У нас есть два случая, один в Германии, один в Америке. Были 13-14-летние девушки, они взяли швы и убили много людей в школе, и полиция пришла, убили полицейские, полицейские тоже, убили танцевые. Как они учатся все это, эти молодые девушки, смотря телевизору, что происходит в телевизоре? Рассказывать историю про двух мальчиков юного возраста, один из Германии и из Америки. В двух разных местах похожие истории были, что они приобрели пистолет и расстреляли своих согласников, учителей, детей. Когда приехала полиция, они застрелили полицейского, а потом совершили самоубийство. Откуда все это взяли? Они потому что смотрели одноглазую гору, телевизор. Они застреляли эти вещи. Эти чеи ко мне рассказывали, что сегодняшний было приобретать, жеuth проявятся, все такие фото сello и миры, и они вперед планируют, все достаточно бездны, и они застреляют, и все эти фото сello и мальчиками, они всегда приходили. Они застреляли обзор — что они будут вместе с другими людьми. Но сейчас, с техническими технологиями, она ухудшает взаимоотношения между личностями. Понимаешь? Продвинуть в материальных технологиях она ухудшает взаимоотношения между личностями. Ей получается такое, что люди начинают, например, менять мужья-жен, можно просто поменять старую одежду на новую. Гурдев однажды сказал в Дели, что технологии сегодня так продвинуты, что если вы сидите и находитесь в Красноярске, и если проходит футбольный матч, допустим, в Москве или где-то в Лондоне, то, что вы можете, то есть напрямую то, что происходит там в то же самое мгновение, вы можете в то же самое секунду, что происходит там в Бразилии, Аргентине, Индии, Австралии, вы можете видеть сразу, что происходит там в то же самое мгновение, в Австралии, вы можете непосредственно сейчас воспринимать. И мир становится очень маленьким, очень близко. Да, все, что очень далеко, кажется, что очень близко, но кто к вам ближе всех, ваша собственная жена, у нас от вас очень и очень далеко. Вы не знаете, о чем думает ваша жена, которая спит рядом с вами, вот здесь вот. И отношения очень далеки друг от друга. И вот это и есть такова правда. Чему учат нас ученые и материалисты, чтобы наслаждать свои чувства все больше и больше и больше? Но наслаждение чувств не принесет нам счастье. Я приведу пять примеров из Шриман Бхагавата, Мухаммадж. Пять примеров из Шриман Бхагавата. Пять примеров из Шриман Бхагавата. Мы наслаждаемся материальными чувствами через пять глазах. Первое, глаза. Глаза, уши, обоняние, рот и прикосновение Божьем. Мухаммаджи, ну... Но Глаза, как можно подняться, чтобы наслажд々, на Abb с вами все снова веселились. И Шриман Бхагавата описывает как через каждое из этих пяти чувств привязанность материального чувства к материальным объектам, очень быстро приходит смерть. meno虐х… С要 Select one example. Первый пример связан с глазами. Светлячки летят на яркий свет и он их привлекает, через глаза они видят, летят и погибают в нем. Десят вверху. Уши, с дичьи. Заг 22. Анидзилл. Светлячки летят, 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 летят. ...по лени, охотника, который пытается поймать дикого животного в лесу оленей. Для этого он делает яму. Но делает так, прикрывает, чтобы только на неё вступив, она очень быстро провалится, он неустойчив. И для этого, чтобы его привлечь, он играет, создает звуки, который привлекает слух этого животного оленя, когда он приходит, услышал эти прекрасные мелодичные звуки, он приближается к тому месту, и когда подходит к этой ловушке, он тут же попадает в нее, потому что он привлекся через уши и погибает. Язык. Рыбак. Рыбак надевает червячка на крючок, она закидывает удочку, и рыба, видя еду, червячка, она подплывает, привлекаясь этим, заглатывает и погибает, когда ее вытаскивают. и чувство боняния. Пчела it can make a hole in a very strong piece of wood also. It makes a hole sometimes in a very strong piece of wood. Wood there. It can make a hole. It can make a hole. Дырка, дырка. Дырка, дырка. It can make, it can make. Может сделать отверстие. But then it goes to the lotus flower, and it is going to the lotus flower, and it takes, drinks, honey from the lotus flower. And it comes so intoxicated, so happy that it doesn't realize that the sun is setting. And the sun sets, the lotus flower closes. Because it is so attached to the lotus flower, it cannot make a hole out of the lotus petals. It cannot go. It just stays there and dies. natural. Сначала привели пример, что они так сильны, что они могут сделать отверстие, дырочку в дереве. То есть у нас такой силы. Просверлить, да. Но когда они чувствуют благоуханный аромат, исходящий от цветов лотоса, он так их привлекает, что они погружаются в него. Но все знают, что лотосы при заходе солнца, они закрываются очень плотно. И она так опьянена, она так секрет, она опьянена, что она забывает обо всём и тем самым находит смерть свою через чувство обоняния и не может вылететь, что-то с обвинёнными. Она так сильна, что может сделать дырочку, отверстие в дереве, но не может это проковырять отверстие и выйти из цвет колосса, потому что она так привлечена этим пьянящим ароматом лотоса. И последнее осюзание, приводится пример с самкой слона, сломихой. Первая война. Они прибавить и убить, что-то Anders не понимает, что это не прорыв. Они пришли к car, а они применяют его приезжаю. Они начинают подхватить ее на море. Она кратит и внедряет его. Продолжение следует... Это очень актуально, кто был, тот поймет, что для того, чтобы поймать слона, используют самку, слониху, потому что они очень привлекательны. Они делают также рядом со слонихой яму, которую покрывает ее островой, и не видно, что там находится на самом деле яма. И слониха, она привлекает самца, слона, которая приходит, начинает в нее тереться. Какое-то время она позволяет ему это делать, а потом, когда приход в должное время, она берет и его пихает, потому что они находятся непосредственно рядом с этой ямой. И он падает в это углубление, в эту яму, и находится там 10 дней. Они, условно говоря, очень могущественные и очень мощные животные, но эти 10 дней их не кормят, не поят, и они уже ослабевают в такой степени, что эти люди, которые это задумали, они могут ими управлять, их контролировать. Хотя эти животные очень сильные и очень могущественные, но они, раз мы чувствовали осязание, попали в ловушку, тем самым полностью лишились. Эти личности, они получили столько проблем только через одно чувство, как бы, да, мы перечитали пять. Привязанность только к одному чувству, а у нас их целых пять. Представьте, насколько наша ситуация проблематичная. Это все берется с Шимадбхагадом. Продолжение следует... Цель человеческой жизни — освободиться от всех видов проблем. И только в человеческой форме жизни возможно это осуществить. И и какой другой? В эту кальюгу, чтобы освободиться от всех видов проблем, вы должны воспевать святое имя Господа, Харе Кришна Мухаммаду. Хорошо. Все, что я сказал вам сегодня, это логично, очень... как можно сказать? Это доказало вам, что никто не может какой-то против этого аргумента делать. Если вы будете... от этого будет проповедовать, это точно вам все будет слышно. Они будут слушать вам, и никто не может доказать вам, что здесь вы ошибаетесь. Хорошо. Это все знают. Это все знают. Все знают. Все знают. Все знают. Все знают. Все знают. Мухаммаду, это ясно. Рассказал, это новый предел. Это новый предел. Это новый предел. Но это сквала, где. Я хочу, я рассказал вам все это, что я хочу, что вы все проповедовали этот аргумент. Если вы будете проповедовать этот аргумент, тогда можно наш санга больше и больше будет санс. Хорошо. Идали, когда санку, когда вам бхаговат кататься. Хорошо. Хорошо. Драма. Драма. Хорошо. Хорошо. Okay, это еще раз. Хорошо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok